Музыка Программа Благовесть приветствует вас! Здравствуйте! Мы рассказываем о главных событиях духовной жизни Беларуси, о новостях Беларуси православной и наших соседей. Ближайшие 25 минут смотрите. Музыка Спустя 14 веков все так же популярно. Музыка Программа Беларуси Здесь и благословил создать два крупных комплекса. Это сегодняшний «Все скорбящих радости», «Всех святых», «Дом милосердия», который в районе Востока находится. Накануне митрополит Филарет провел здесь рабочую встречу. С руководством Фрузинского района Минска и настоятелем прихода протеереем Игорем Крастелевым Владыка Экзарх обсудил этапы и сроки работ по прокладке инженерных коммуникаций к собору и утвердил предложение настоятеля по улучшению формы и обустройства соли и амвона. Солия – возвышенная часть пола перед иконостасом. Должна быть рассчитана на торжественное богослужение с участием всех членов Святого Синода Беларусской Православной Церкви, в который входит 14 архиереев. Было доложено о том, что уже в эти дни планируется начать наружную отделку фасадов собора. На совещании также поднимался вопрос об устройстве нижнего криптового храма, помещение которого использовалось бы также в качестве зала церковных собраний. Сам принцип архитектурный – это как бы все здания вспомогательные, они подчеркивают, завершают или являются фоном для основных наших церковных зданий, то есть для самого собора Всескорбящей Радости Ефросиньевской Церкви. Глава района совместно с отцом Игорем внесли предложение о проведении торжественного открытия улицы имени преподобной Ефросиньи Полоцкой в день ее памяти 5 июня. Напомним, что решение о присвоении имени преподобной новой улицы, которая является продолжением улицы Глебки, было принято на заседании комиссии по наименованию и переименованию проектов улиц, площадей и других составных частей Минска. Могу вам сказать совершенно откровенно, если будущее лето следующего года будет жаркое, мы будем служить там уже, потому что, конечно, в Ефросиньевской Церкви служить невозможно. Людей много, и это просто для нас и для людей очень трудно. Сегодня все силы прихода направлены на окончательное строительство Минского конкафедрального собора иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Ныне уже и не верится, что когда-то здесь, на Минской улице Притыцкого, все начиналось банально с армейской палатки, наспех переделанной в полевую церквушку. В 11-й гимназии Минска состоялся семинар для социальных педагогов столицы, посвященный профилактике неблагополучия в семье. Место проведения педагогического форума выбрано не случайно. В 11-й гимназии вот уже 6 лет реализуется духовно-просветительский проект «Логос», в мероприятиях которого принимают участие гимназисты и их родители. Семинар по профилактике семейного неблагополучия, организованный Минским городским институтом развития образования, начался в музее 11-й гимназии. Его экспозиции рассказывают как о героях Великой Отечественной, так и о подвижниках современности. В списке героев независимой Беларуси имя патриаршего экзарха, митрополита Минского и Слуцкого Филарета. И экспозиция, посвященная владыке, напоминает о том, что митрополит Филарет в стенах гимназии гостил неоднократно. Дары патриаршего экзарха, священное писание в другом исполнении и икону Пресвятой Богородицы, покровительницы православных воинов, здесь бережно хранят. А в День Победы в красном уголке музея возносится молитва. Мы возжигаем здесь лампаду о упокоении всех, которому посвящен данный музей. 9 мая по традиции мы совершаем здесь заупокоенную молитву, на которой упоминаются все те воины, которым посвящен наш музей. 11-я гимназия Минска – одно из первых средних учебных заведений Беларуси, в котором программа сотрудничества Министерства образования и Белорусской Православной Церкви обрела конкретное наполнение. Выпускником гимназии, кандидатом богословских наук Святославом Рогальским был разработан и реализован духовно-образовательный проект «Логос», который включает в себя и преподавание факультативного предмета «Духовные основы культуры» и проведение внеклассных мероприятий, путешествие к святыням, пасхальные рождественские вечера. На последней рождественской встрече педагогического коллектива с гимназистами-родителями был подписан договор о сотрудничестве с Институтом теологии Белгосуниверситета. Отныне студенты ВОЗа могут проходить практику в 11-й гимназии. Институт подключается и к организации культурной программы для гимназистов и их семей. Такой интегральный подход в реализации проекта «Логос» оправдан. У нас проводятся такие мероприятия, которые объединяют всю семью. То есть мы не работаем только с ребенком, мы работаем с семьей. Поэтому на наших мероприятиях и родители, на наших поездках тоже это родители. И таким образом вокруг мероприятий в рамках данного проекта объединяется вся семья. Плюс школа, конечно. И таким образом, я думаю, что те ценности общечеловеческие, о которых мы говорим в ходе таких мероприятий, и рождественский вечер, и паломничество совместное с семьями в монастырь Жировичи, я считаю, что они действительно являются хорошей профилактикой неблагополучия в семье. Руководитель проекта «Логос» Святослав Рогальский отмечает, что программы проекта, направленные на работу с родителями, исходя из характерной для многих семей проблемы. Родители считают, что воспитанием детей должна заниматься школа, а в школе спрашивают за поведение учеников только с родителей. Дело в том, что у нас сегодня, когда родители отправляют ребенка в школу, у них как бы имплицитно такая содержится мысль, что вот школа научит всему, чему надо, а мы, так сказать, будем заниматься вот таким чисто материальным обеспечением и так далее. На практике, к сожалению, получается так, что в школе за непосредственно образовательным процессом мало уделяется процессу воспитательному. Именно вот на воспитательном процессе мы стараемся подключиться и работать с детьми, чтобы у них воспитать соответствующее отношение к семье, к браку, к детям. Одна из инновационных программ проекта «Логос» – цикл видеобесед «Избери жизнь». Он как раз посвящен наиболее активным и острым проблемам современного общества. На первой беседе обсуждалась проблема распространения ВИЧ-инфекции. Ее премьера состоялась с 1 декабря, в день борьбы со СПИДом. Вторая беседа посвящена феномену жизни, как дара Божия человеку. И третья, дебют который состоялся перед семинаром, посвящена двум взаимосвязанным проблемам – демографической и абортом, а также их последствиям – медицинским, духовным и социальным. Мы начинаем обсуждать эту проблему с 8 класса с детьми. Вот на данный момент у нас будут 10 классы, чтобы у каждого ребенка, а это не только ребенка, но уже девушки, юноши, сформировалось определенное правильное отношение вот к этим социальным недугам. Чтобы в семье, которая будет у каждого, Бог даст, из этих детей, был правильный взгляд на то, что такое рождение, что такое ребенок, и какую ответственность необходимо за это нести. Потому что, будем так говорить откровенно, главной причиной, в том числе и абортов, являются причины социальные, когда люди не могут справляться с тем, что появляется в их жизни. И здесь очень важна работа социальных педагогов – наладить связь с детьми и родителями, постараться установить доверительные отношения. Ведь в случаях подростковой беременности нередко родители отворачиваются от своих недосмотренных чад. Важно, чтобы на девочек-старшеклассниц не оказывалось давление с требованием сделать аборт. Ведь впоследствии те же родители могут столкнуться с проблемой отсутствия внуков. В числе причин бесплодия, неудачное прерывание беременности – на одном из первых мест. О том, какой духовный вред наносится личности при совершении аборта, и говорить не приходится. Церковь однозначно называет этот акт убийством. Таковым он считался и в международной юридической практике со времен Римской империи и до недавних пор. Лишь в Советском Союзе в 1922 году впервые в истории права аборт стал легальным. В наше время каждый год Беларусь теряет более 100 тысяч неродившихся граждан. Кроме официальной статистики, есть и неофициальная – вакуум-аспирация на ранних сроках беременности в расчет не принимается. Более того, практически все медицинские центры имеют в этой сфере коммерческий интерес. В итоге общество не может восполнить демографический провал. Что касается проблемы ранней подростковой беременности, здесь ключевой вопрос в том, что дети слишком рано получают информацию о физиологии половой жизни, но практически не информированы о ее последствиях. Акцент, по мнению строителей семинара, следует перенести на этику взаимоотношения полов, на формирование семейных ценностей. На четвертой неделе Великого Поста Церковь предлагает нам высокий пример подвижнической жизни святого праведного Иоанна Лесвичника. Главный письменный труд святого Иоанна – лестница или лестница – вот уже 14 веков является настоящим духовным руководством для многих поколений христиан. Несмотря на то, что лестница была написана прежде всего для монашествующих, она актуальна и для мирян. Так считает собеседник нашей программы епископ Гродненский и Волковыский Артемий. Прежде чем начать разговор о лестнице и тех смыслах, которые заключены в этой книге, вкратце расскажем об авторе столь необычного письменного труда. Святой Иоанн родился в конце VI века в тогда еще христианском Египте. На 20-м году жизни он постигся выночества в знаменитые Синайские обители. Спустя некоторое время Иоанн поселился в пустыне, где жил в строгом посте, молитве, уединении и безмолвии. Преподобный Иоанн был уже глубоким старцем, когда его избрали игуменом Синайской горы. Во время игуменства святой и составил свою лестницу, книгу именуемую «Скрижали духовное» на задание новых израильтян, то есть людей, новоишедших из мысленного Египта, из моря житейского. Это систематическое описание обычного монашеского пути по ступеням духовного совершенства. Основное здесь именно система, идея последовательного приготовления к духовному подвигу, «Идея ступеней». Конечно, может быть, не все те советы, которые дает в этой книге преподобный монахам, смогут воплотить в свою жизнь миряне, но мы можем узнать, как должен жить истинно верующий и стремящийся ко Христу человек, считает наш собеседник Владыка Артемий. Конечно, в наших мирских условиях, в нашей повседневной жизни мы в полной мере не можем пользоваться руководством для монастырей и для монашеской жизни. Но Церковь вспоминает сегодня Иоанна Лестничника с такой целью, что он в своем руководстве, в своих духовных наставлениях, он пробуждает в нас ревность. Ревность о спасении. Что человек, христианин, верующий, он не должен быть безразличным, он не должен быть теплохладным. Он должен стремиться к спасению, он должен стремиться ко Христу. И вот путь ко Христу Иоанн Лестничник указывает через покаяние. И, конечно, мы порой с вами не задумываемся, что же такое покаяние и в чем его смысл. Но мы приходим в Церковь, подходим к священнику, честно сказать, добросовестно, честно признаемся в своих неблаговидных поступках и просим у священнослужителя прощения. Конечно, это начало пути спасения, но это еще не покаяние. Покаяние, слово покаяние, метания означает перемена. Это перемена человеческой сущности, перемена человеческих настроений, человеческого сознания. То есть человек должен полностью измениться, переменить свои мысли, чувства, исправить свою жизнь и стать совершенно другим. И взамен той их старой греховной жизни нужно начинать новую духовную жизнь. И эта духовная новая жизнь, она в одночасье не приходит. Она создается постепенно. Вот восхождение от силы в силу. И вот как раз Иоанн Лестничник, он и раскрывает перед нами вот эту лестницу духовного восхождения. И эта лестница духовного восхождения, она как раз созвучна нашему великому посту. На первой неделе поста, неделе торжества православия, было показано, что наша вера правая, то есть истинная, один из главных религиозных смыслов состоит в раскрытии в себе образа Божия. На второй неделе святителя Григория Поломы церковь говорит, что наша вера – вера внутренняя, вера сердца, доставляющая человеку обожение. На третьей крестопоклонной неделе церковь напоминает нам, что наша вера не отмирная, самоотверженная, крестоносная, которая переносит и терпит все жизненные скорби. И вот теперь четвертая неделя Великого Поста, это Иоанна Лестничка, она расставит на другую высоту, на другой духовный уровень. Что человек, для того, чтобы приобрести все эти качества, раскрытия в себе образа Божия, преображение, крестоношение, должен иметь смирение. В Лествице представлено 30 ступеней духовного восхождения от совершенства к совершенству. В книге описывается борьба подвижника благочестия с такими пороками и страстями, как чревоугодие, блуд, сребролюбие, гордость, тщеславие и гнев, которые в одинаковой мере присущи и иноку, и мирянину. Вместе с тем Лествица призывает к воспитанию добродетелей, обязательных для христиан, кротости, целомудрия, терпения, смирения, молитвы и других. Изображая путь постепенного восхождения к травственному совершенству, Лествица убеждает, что в основе его покаяние, а путь подвижничества должен начинаться с осознания сути греха. Ведь мы часто чисто юридически воспринимаем понятие греха. Что вот Божество дал нам какой-то закон, дал нам юридический закон, и вот если мы нарушаем это законодательство, нарушаем этот кодекс, то попадаем под кодекс наказания. И Бог, которого мы оскорбили, так сказать, своими поступками неблаговидными, нам приносит приговор. Конечно, ничего такого понятия в Священном Писании нет. Мы не можем оскорбить Бога и Его Божественную Любовь, и Его Сущность никаким своим поступком. Мы можем только нанести вред самому себе. Грех – это заболевание, которым человек страдает, и который становится преградой между ним и Богом. Задача Церкви – пробудить человека из состояния животного к высшему духовному миру. И этому способствует постование, не в узком гастрономическом смысле. Все делание Великого Поста старается подвигнуть человека на путь покаяния, на путь очищения своей совести, на возрождение во Христе. И, конечно, покаяние, осознание удаленности от Бога, порождает смирение. Смиренное сердцем еще здесь, на земле, ощущает радость и благодатный мир, о которых гордые люди и понятия не имеют. И наоборот, все бедствия этого мира произошли от гордости. И ангел света по гордости стал противником Богу, дьяволом. И Адам, надеясь стать Богу равным, сделался смертным. Вот почему Христос предлагает с корнем и сторон гордость из сердца человеческого. Если не будет нищеты духовной, то и смирения, говорит святой Иоанн Златоуст, хотя бы ты отличался постом, молитвой, милостыней и целомудрием, хотя бы ты имел все другие добродетели, все это бессмирение разрушится и погибнет, как это случилось с евангельским фарисеем. Иоанн Лестничек в своих духовных наставлениях обовыделяет три формы смирения. Что первый признак человека смиренного, это когда он воспринимает жизнь с ее трудностями, как те условия, которые необходимы для его духовного формирования, на его устремление к Богу. И, соответственно, второй признак, когда уже он не реагирует на все тридцательные явления в нашей жизни, никого не осуждает, ни на кого не гневается, и никого не проклинает. И третий признак, конечно, это когда не доверяешь своим добродетелям, а постоянно желаешь научиться чему-то доброму. Потому что в любом творческом делании, если мы довольны собой, означает то, что мы умерли для творчества. И, конечно, Иоанн Лестничек говорит, что в одночасье преображения человека не происходит. Это длительный путь. Преподобный Иоанн Лестничек уклонялся от всякого рода особенных подвигов, вкушался то и все, что дозволялось по и иноческому обету, но умеренно, не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием, как он говорил, не погубить ума. Перед сном долго молился, много посвящал времени чтению душеспасительных книг. В нашей мирской жизни мы тоже должны учиться у подвижников, в том числе умеренности в духовных практиках, безмерно можно лишь любить Бога. Не внешнее голодание, не внешняя форма, не внешнее благочестие нужны, а внутреннее преображение человеческой личности, которое происходит через покаяние, рожденное смирением. И вот сегодня учит нас преподобный Иоанн Лестничек в 4 воскресенье Великого Поста. Поэтому ко всем святым угодникам Божьим мы обращаемся, чтобы они в силу своего духовного опыта наставили бы нас на тот путь спасения, который у каждого человека индивидуален, и которому каждому из нас нужно пройти. А наипаче пройти пост Великого Поста, который будет той закваской, которая будет определять и всю нашу последующую жизнь. Храни Господь! В рамках Дня православной книги на национальной выставке Книги России в Москве Лествица святого преподобного Иоанна Лествичника, выполненная в карманном формате, пользовалась особым спросом. Такую книгу удобно и в общественном транспорте считать, не стыдно и подарить близким людям. У них очень красивое издание. Вы сами, наверное, обратили внимание. Здесь любую книгу можно взять, и если человек православный, это прекрасный подарок получается. Со стенда издательства Белорусского экзархата Лествицу и другие хрестоматинные произведения святых отцов на книжной выставке разобрали в мгновение ока. Спрос на духовную литературу во время Великого Поста значительно вырастает, констатируют книгоиздатели. Его можно сравнить разве что со спросом на постные продукты в супермаркетах, которые подстроились под потребителя. Но духовная пища важнее. Люди, которые прикоснулись к духовной книге, которые получили вот эту помощь незримую, духовное укрепление, потому что жизнь сегодня очень быстротечна, очень суетна, очень хаотична. И остановиться, задуматься, выбрать правильные приоритеты, правильное отношение к себе, к ближнему, к семье, к этому призывает православная духовная литература и успешно справляется со своей миссией. Особая потребность есть в качественной духовной книге для детей. Родители и педагоги отмечают, что без произведений духовно-образовательного характера на одном лишь просмотре телепрограмм и компьютерных играх в ребенке трудно сформировать твердый нравственный стержень. И наступает такой момент, когда человеку духовные книги очень нужны. И как ни странно, в принципе, духовные книги и детям нашим нужны. Потому что вот я работаю в колледже, просто нам кажется, что детям ничего это не надо. Мы спорим, надо ли вводить уроки, или не надо. На самом деле, когда они сталкиваются, скажем, с церковью сталкиваются, и какие-то моменты не знают, у них возникают вопросы. Поэтому, соответственно, им нужны такие книги. Ко дню православной книги издательство белорусского экзархата совместно с русским издательством в Париже Инкопресс выпустило православный бестселлер «Закон Божий». Книга написана мирянами-эмигрантами во Франции. Она переиздавалась несколько раз и ранее выходила в пяти томах, которые сейчас объединены в один. Бытует мнение, что закон Божий адресован прежде всего детям. Но это не совсем так. В красочно иллюстрированном издании содержится информация, которая будет интересной ребенку и взрослому. Доступным языком в законе Божием излагается не только история Ветхого и Нового Заветов, но также подробно рассказывается о православных праздниках, символике и значении православного богослужения. Взрослые люди, которые в церковь приходят, им надо начинать даже изучать вообще православие в детском варианте. Ну вот у нас не было, голод был в книгах, в воскресную школу никто не ходит. А когда детям читаешь, то и сам вот и Библию изучаешь. И это проще, это доступнее, чем... Вот то есть потом оно привлекает человека к первоисточнику, чтобы усваивалось, вот как любая пища, простая пища, усваивается организмом, полезно, и все как бы запоминается. Вот это все вот здесь как бы, оно вот так вот в совокупности. Именно вот издатели, они очень мудро подходят, вот я так это чувствую. Из современных православных детских авторов в России, как показала Национальная книжная выставка, хорошо знают и ценят белорусского брата. Простите, забыл фамилию, но очень почитаем он. Борис Ганага? Вот, Ганага, да. Он очень нас почитаем, его любит, он пишет светлые книги, добрые, радостные, и в них нет назидательности, которые очень часто встречаются у неталантливых авторов. Поэтому, если у вашего автора Ганаги есть школа, дай бог, чтобы она процветала и издавалось много книг. Это очень важно не только Белоруссии, но и по всем нашим бывшим странам. Российский писатель считает, что с современными детьми не нужно разговаривать слащавым языком. С ними необходимо говорить на серьезные темы, учитывая характер эпохи, в которой мы живем. Эпохи глобальной секуляризации, когда вопросы веры пытаются вынести за рамки общественной жизни. Дети, рожденные без веры, вливаются в наше общество и становятся людьми, которые не знают ничего, кроме сегодняшнего дня. Старец Паисий Афонский говорил, что если детям не делать духовные прививки, а они не выдержат в современном мире, как если закопать столб в землю, он сгниет через два года, а если пропитать его оливьем, он будет долгие годы жить. Также и ребенок, имея эту духовную прививку, неуязвим. Дети очень податные, очень хотят знать о Боге, и поэтому не стоит упускать этого момента, когда он перейдет подростковый возраст, когда он будет сомневаться, ерничать, и этот период очень сложен. Но и ни в коем случае нельзя насильно тащить никого к вере, потому что, тоже Паисий говорил, это все равно, что пытаться накормить сытого, его обязательно стошнит. Вера должна быть естественной для человека. К ней может привести или личный пример, или умный человек, или умная книга, говорит писатель. Пути Господни неисповедимы, нет единого рецепта для всех, как прийти к Богу. Для одних этот путь начинается с лествицы, для других – с закона Божия, для третьих – может, даже с детектива с глубокой духовной конвой. Главное, чтобы книга заставляла думать и побуждала к формированию здорового и трезвого отношения к жизни, помогала обретать мир в душе и радость в сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok